Здравствуйте! Как всегда, вот время по вторникам в эфире телерадио компания Щелкова, программа Диалог и я ее ведущий Сергей Дадыко. Напоминаю, что программа наша идет в прямом эфире. Вы можете звонить к нам в студию по телефону 496, это код города, 567-1440 и 567-1450 и задавать свои вопросы моему сегодняшнему гостю. А в гостях у меня сегодня председатель правления Союза Садоводческих и Некоммерческих Товариществ Щелковского муниципального района Анатолий Штоклов. Здравствуйте, Анатолий Николаевич. Можно вот вас называть так сказать, Садовый и Некоммерческий товарищ? Можно просто Союз Садоводов Щелковского района? Так будет проще, понятнее. Анатолий Николаевич, мы как-то вовремя с вами встретились, потому что буквально вчера, накануне в Подмосковье было официально объявлено об открытии дачного сезона. Первый заместитель председателя Московской областной думы Никита Чаплин, по совместительству также председатель Союза дачников Московской области, сказал, что вот открыт сезон в минувшие выходные, раньше, чем в прошлом году, связан, конечно, с погодой. И вот еще такие цифры привел, что у нас в области 3 миллиона дачников и Московскую область можно назвать дачной столицей России, потому что другого такого количества дачников и садоводов нет ни в каком другом регионе страны. Ну вот, переключаясь, так скажем, на наш Щелковский район, можем ли мы назвать Щелковский район столицей, центром дачного, так скажем, дачников в Московской области? Потому что, вот смотрите, 3 миллиона в области дачников, это, в общем, чуть больше половины населения Подмосковья, да, а у нас число дачников, я знаю, практически равно населению района. Вы знаете, я хотел бы вначале немножко рассказать о районном союзе садоводов. Он объединяет 487 садоводческих, дачных и огородных товариществ с общим количеством 55 тысяч земельных участков, на которых в летний сезон отдыхает 185-190 тысяч человек. Это, в принципе, почти ровно столько, сколько жителей в Щелковском районе. Ну да, у нас 204 тысячи. 204 тысячи. Но иногда бывает и больше, поскольку мы берем усредненную цифру 3-4 человека на одном участке, а у нас бывает и 5, и 6, потому что процентов 15 многодетных детей отдыхает у нас в садоводческих, огородных и дачных некоммерческих товариществах, а у них от 4 и более детей. Ну и гости кому-то приезжают на долгое время, так сказать. Во всяком случае, на летний сезон. Я могу привести пример. Значит, у нас есть микрорайон Гвардейский поселок и Свердловский, где только в Москву уезжает более 200 машин ежедневно. Понимаете? То есть это те, кто работает в Москве, а сколько отдыхают летом. Ну и плюс еще не надо забывать, что не только московичи являются дачниками нашего района, но и те же жители Щелкова, например, у которых есть участки в каком-нибудь поселении. В Фрианово, в том же Свердловке и других. Ну вы знаете, я вам скажу, что мы анализировали эту ситуацию. У нас получается в районном, в Щелковском районе примерно поровну 50% москвичей, 50% дачников Щелковских. Это исторически так сложилось, поскольку в 90-е годы земля выделялась не только жителям Щелкова, но и, прежде всего, промышленным предприятиям города Москвы. Ну а какие проблемы стоят перед союзом садоводов, так скажем, нашего района? И вообще у дачников какие проблемы существуют в наше время? В наше время проблем довольно достаточно. Во-первых, мы сегодня не смогли еще охватить всех дачников оформлением земельных участков и оформлением собственных строений. К примеру, сегодня неоформленных земельных участков около полутора тысяч, а неоформленных земельных участков, у которых есть свидетельство 1993 года, в пределах пяти тысяч. То есть это шесть с половиной тысяч реальных людей, кто еще не успел оформить земельные участки и кто, к сожалению, не может оплачивать налоги, установленные законным порядком. Вот я знаю, что около месяца назад в администрации Челковского района прошел семинар союза садоводов нашего района. Я предлагаю сейчас посмотреть короткий видеосюжет на эту тему, а потом вы уже прокомментируете, что там было и какие задачи были поставлены. Давайте посмотрим. Участникам рассказали об изменениях, которые были внесены в законодательство Российской Федерации Московской области. Обсуждалось выполнение требований губернатора региона относительно оформления земельных участков и объектов недвижимости в собственность, своевременной уплаты налогов. Тема пожарной безопасности. Также на семинаре провели небольшую церемонию награждения. Я всем вам кланяюсь, говорю спасибо за ваш труд и хочу, чтобы и дальше такое тесное сообщество продолжало развиваться и привлекать в свои ряды все новых и новых членов. Потому что вместе мы непобедимы, потому что мы едины. Благодарственным письмом администрации района наградили четырех председателей, в том числе и Веронику Карпенко. Вот уже 10 лет она руководит СНТ «Бауманец-2» вблизи деревни Моносеева. Пришла на работу в СНТ почти девочкой. А сейчас уже бабушка два раза, и поэтому более серьезно к этому относишься. Забор мы сделали железный, противопожарный. Стараемся действовать показанием всех наших структур, которые нам предвещают, о нашей безопасности. Стараемся все делать. Ну вот если вернуться к церемонии награждения четырех председателей, товарищей, по каким критериям вообще оценивается работа этих людей? Вы знаете, благодаря тому, что у нас установилось тесное взаимодействие в вопросах руководства с удовольствием и товариществами и оказания практической помощи со стороны руководителя администрации Алексея Васильевича Валова и главы Щелковского муниципального района Надежды Владимировны Суровцевой, мы в прошлом году за честный труд наших председателей поощрили каждого третьего председателя. В этом есть особая, так сказать, их заслуга, поскольку надо замечать их труд, а труд этот очень и очень на сегодняшний день неблагодарный, поскольку надо решать те вопросы, которые накопились годами. Ну вот пока у нас зрители еще не очень активны, не звонят. Я зачитаю несколько вопросов, которые поступили у нас в преддверии программы. И вот как раз активность проявили прежде всего председатели, о которых мы говорим, председатели садовых товариществ, в частности Валентина Николаевна Брежнева, председатель СНТ Гагаринская. Один спрашивает вас. Уважаемый Анатолий Николаевич, мне известно, что 18 садоводческих и огороднических товариществ оформили проект организации застройки своих территорий. Рассмотрены только два. Расскажите, почему остальные проекты пылятся в архитектуре города Щелково с декабря 2016 года? Валентина Николаевна, мы эту проблему обсуждали недавно на районном союзе садоводов, где и вы присутствовали. Да, действительно, Щелковская архитектура недооценивает наши труды по оформлению проекта организации застройки территории. Проект организации застройки территории, он решает три задачи. Первая, определяет границы каждого садоводческого товарищества. Во-вторых, определяет границы каждого участка с координатами. И в-третьих, определяет земли общего пользования, которые в последующем подлежат регистрации и оплате налогов за земли общего пользования. Я думаю, что мы этот вопрос в самое ближайшее время обсудим у Алексея Васильевича Валова с приглашением должностных лиц, поскольку кроме 18 у меня и лежит еще 8 проектов организации застройки, которые рассмотрены были на рабочей группе у Станислава Александровича Положенцева. И эта проблема должна быть кардинально изменена. Анатолий Николаевич, давайте вернемся к проблеме оформления документов на землю и строения на дачных участках. Почему вот так сложно это делать? Почему люди не хотят этим заниматься? Вы знаете, здесь, скорее всего, финансовая составляющая. Есть даже две проблемы. Первая проблема – это наложение земельных участков. В этом есть и моя вина, и наших председателей. В Щелковском районе есть около 12 коммерческих организаций, которые занимаются кадастром. И каждый, выезжая по звонку председателя или самого создавода, оформляет кадастровый паспорт, не неся никакой ответственности за то, что он оформил. Он оформил, вроде бы человек получил кадастровый паспорт, а следующий начинает оформлять, происходит наложение границ. Таким образом, уже начинает вступать решение через суд. И это не только затягивает время, это еще и с точки зрения экономической, судебной же все издержки. Там нужно проводить экспертизу, она стоит более 50 тысяч. Надо нанимать адвоката, который стоит тоже денег, так сказать. И все это приостановило работу. Мы сейчас вот и почему начали проводить работы по проекту организации застройки территории, чтобы снять частично эту проблему. Ведь есть садовольское товарищество, где в судах установили границы и получили свидетельство достаточно большое количество людей. Ну, к примеру, в СНТ «Восход-4» из 245 земельных участков через суд прошли 156. И подумайте, товарищи телезрители, заплатили садоводы «Восход-4» около 8 миллионов рублей. Это только, чтобы подтвердить права на свой собственный участок. Причем иногда встречаемся с такими проблемами, как, допустим, Кузнецов Алексей Михайлович, наш кадастровый инженер, посадил одно строение виртуально на земельном участке, и инвалид второй группы не может оформить данный земельный участок, хотя там и нет строения, но в кадастре оно стоит. И несмотря на наши, так сказать, попытки уразуметь данное кадастрового инженера, пока данное строение не снято с учета. А не снято с учетом и не может оформить земельный участок. Ну, а почему вот так вот это сложно сделать? Ведь вроде дачную амнистию нам сделали бессрочной в этом году. Ну, вы знаете, несмотря на то, что дачная амнистия продлена, еще есть много составляющих, которые, кроме дачной амнистии, регламентируют деятельность садоводческих товарищей по оформлению земельных участков. К примеру, сейчас вступило с 1 января законодательство, которое требует для оформления земельного участка произвести его выбор и утвердить в администрации, после чего можно делать кадастровое дело. Это нанесет еще большее бремя на садоводов с точки зрения временного показателя по оформлению. Ну, к примеру, вот на семинаре жаловались наши председатели, что оформление земельных участков тянется от полутора до восьми месяцев. Полутора месяцев до восьми месяцев. Это связано с многими проблемами. Мы их обсуждали на семинаре и приняли кое-какие конкретные решения, которые позволят садоводам более оперативно оформлять наши земельные участки. Ну, вот я знаю еще одна проблема, помимо неоформленных, так скажем, да, в законном порядке участков земли и строений, есть еще брошенные участки. Вот как с ними решается вопрос? Сергей Михайлович, у нас в настоящий момент брошенных участков более двух тысяч. И это количество, к сожалению, растет. Которые стоят на балансе товарищества, естественно. Да, на балансе товарищества. Люди просто не могут платить налоги. Они сейчас выросли в три раза за землю. Раз. Там же еще нужно платить членские взносы. Там целевые взносы, так сказать, и другие финансовые вложения, чтобы существовало садовое товарищество. Но это ложится в то же время и бремием на самих садоводов. Если, допустим, в садоводском товариществе 100 членов, а человек 15 бросили свои земельные участки, значит, согласно смете расходов, эти расходы ложатся на других садоводов. И что тоже, так сказать, ущемляет их права в финансовом вложении в развитие садоводского товарищества. Мы сейчас с помощью администрации области стараемся найти пути, которые бы позволили лишать права собственности земельных участков, если они не обрабатываются более пяти лет. Почему? Потому что есть люди, которые хотят развивать садовое товарищество и получить земельные участки, но они их не могут, поскольку у этих людей есть хотя бы какое-то свидетельство о праве собственности. Понимаете? А дальше он не захотел оформлять свою недвижимость установленным законным порядком. Я вам приведу такой пример. У меня на приеме, я, кстати, в этом году уже принял 550 человек, в прошлом году более 2000. Была недавно женщина, которая сказала, у меня брошенный участок, я буду просить передать его в землю общего пользования. Я спрашиваю, Клавдия Ивановна, а в чем дело? Почему вы, так сказать, вот не хотите, ведь это же оздоровление, организм, так сказать, отдых? Вы понимаете, я живу в городе Щелково, у меня улица Пушкина и рядом парк. Я каждый вечер гуляю, это мне достаточно. А тех 35 тысяч, которые я должна заплатить за налоги, за все остальное, мне достаточно будет, чтобы я сходила на рынок и купила то, что мне нужно. Но может быть это неправильно и не характерно для всех садоводческих товариществ, но факт имеет место быть, у людей совсем поменялось, так сказать, настроение к земле. И в этом есть причины, которые, так сказать, кроются и у нас самих, у руководителей, поскольку надо более чутко подходить к тем проблемам, которые ставят наши садоводы. Анатолий Николаевич, у нас есть звонок нашего зрителя, давайте послушаем тогда и вы ответите. Добрый вечер, вы в эфире, слушаем вас. Добрый вечер. Анатолий Николаевич, во-первых, хочу сказать большое спасибо за вашу плодотворную работу. За последнее время союз садоводов района изменился кардинально. А вопрос у меня таков. Скажите, пожалуйста, по кадастровой стоимости земли за последнее время эта кадастровая стоимость возросла в разы. Хотя мы эту землю поднимали, инфраструктуру оформили всю, и дороги, электричество, газ, вода, все за наш счет. Государство ни копейки не вложило в это. И в то же время подняли кадастровую стоимость. По этому вопросу что-то будет решено, и как это лучше сделать, чтобы эту кадастровую стоимость привести в нормальное состояние? На вопрос телезрителя отвечаю следующее. Эту проблему мы обсуждали на союзе дачников Подмосковья, где был губернатор. Губернатор заверил всех присутствующих, в том числе и садоводов Щелковского района, что кадастровая стоимость будет приведена в 2017-18 годах в соответствии с тем, какая она реально есть. Для этой цели Московская областная дума принимает в ближайшее время постановление, которое будет регламентировать прохождение процедуры переоформления кадастровой стоимости. Вопрос сейчас стоит, кому эту процедуру доверить. Есть предложение доверить это службе БТИ, поскольку служба БТИ реально отвечает за состояние дел с недвижимостью. И для нее будет полезна эта дополнительная нагрузка. Но возникает второй вопрос, а кто будет платить за переоценку, так сказать. Здесь наш губернатор сказал, что для этого будут выделены и федеральные, и областные деньги, для того, чтобы это снова не легло бремям на наших садоводов. Мы постараемся районным союзом садоводам. Значит, в самое ближайшее время я являюсь членом экспертного совета Московской областной думы поставить этот вопрос более остро перед Шапкиным Владимиром Николаевичем в ближайшую пятницу, для того, чтобы ускорить этот процесс. Потому что уже недалек тот день, когда снова налоговая инспекция выдаст декларации об оплате налогов за землю. Спасибо, Анатолий Николаевич. У нас еще один звонок есть. Давайте послушаем зрителя. Добрый вечер. Вы в эфире. Добрый вечер. Я хотела бы спросить у вас по поводу целевых и членских взносов. Вот в СНТ, это соферовки вас беспокоят. А как вот эта сумма назначается председателем? С потолка? Или есть какой-то закон по области, по району, по Российской Федерации? Или председатель сама решает, вот столько-то взносов. Потому что, например, у кого-то участок две сотки, и стоит сарайчик деревянный, и две грядки. У кого-то четыре, шесть и так далее, десять и пятнадцать. И членские целевые взносы берутся от всех одинаково. У кого-то стоят дома, которые живут уже там ПМЖ зимой и летом, бассейн и баня. А у какой-то бабушки там стоит сарайчик, а членские взносы целевые собираются от всех одинаково. Это правильно делает председатель? Или вообще нужно? Отвечаю. Это делается абсолютно неправильно. Смета расходов, которая, согласно 66-го закона, утверждается общим собранием, должна предусматривать равномерный взнос каждого садовода в зависимости от его земельного участка. У нас Государственная Дума приняла закон, которым рекомендовала председателям управления принимать членские взносы с сотки. Это будет правильно, потому что есть участок, как вы сказали, две сотки, есть участок шесть соток, а есть пятнадцать, двадцать и тридцать. А есть некоторые садоводы, которые купили три-четыре земельных участка в свое время, в девяностые годы, и они тогда платят, так сказать, наравне с теми, у кого две сотки. Это неправильно абсолютно. Мы эту тему обсуждали на семинаре, и, учитывая ваши пожелания, мы еще раз на ближайшее время на районном союзе садоводов обсудим с тем, чтобы председателям рекомендовать. Здесь должна быть социальная справедливость. Люди должны платить ровно столько, сколько у них земли. Это будет правильно и с точки зрения правовой, и с точки зрения социальной, так сказать, вот, что позволит снять напряженность, о которой вы рассказали в вашем садоводском товариществе. Спасибо, Анатолий Николаевич. Если можно, еще вот к цифрам вернемся. Вы назвали, что у нас брошенных участков порядка двух тысяч в районе. А есть какие-то данные вот о неоформленных участках, сколько их? И, соответственно, какую сумму недополучает районный бюджет? Вы знаете, в каждом конкретном случае надо обращаться к главам поселения. У нас очень тесное взаимодействие. Вот буквально несколько недель назад мы были в Огудневском поселении, где собирали всех председателей. В прошлом году садоводы недоплатили в Огудневское поселение 40 миллионов рублей. И за счет чего? За счет того, что не оформлены земельные участки и строение. Мы приняли кардинальные меры вместе с Николаем Алексеевичем Сорокином для того, чтобы эту, так сказать, вот, брешь устранить. На сегодняшний день я звонил, осталось 8 миллионов рублей. Остальные уже внесли. Думаю, что до майских праздников мы и эту сумму постараемся внести в бюджет, поскольку это, считайте, значительное подспорье для решения тех задач, которые стоят перед Огудневским поселением. А там у них много и строительства спортивного зала, который идет на деньги, так сказать, налогового, плательщиков. Там и развитие школьного дела, там много еще и по благоустройству территории. Ну, вот опять же прозвучала в начале программы цифра, сколько у нас всего дачников в районе, да, 180-190 тысяч. А тенденция какая в последние годы? Это часто увеличивается или уменьшается? Тенденция идет к увеличению. И здесь я бы хотел отметить одну такую непреложную истину. В прошлом году у нас отдыхало на дачный сезон около 70 тысяч детей. Это большое количество, но проектами организации застройки 93-94 годов не предусмотрены ни детские спортивные площадки, а ведь нужны для детей и младшего возраста, и старшего возраста разные площадки. Мы сейчас принимаем меры для того, чтобы они не кучковались в лесах, а изыскивать вместе с руководителем администрации района Алексея Васильевича Валовым дополнительные площади для, так сказать, развития массового детского спорта у наших садоводов. Это позволит подрастающему поколению, значит, быть и спортивными, и развитыми, и отдохнув за лето, значит, значительно прибавить в учебе. Спасибо, Анатолий Николаевич. Еще один звонок есть от нашего зрителя. Давайте послушаем. Добрый вечер. Вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Анатолий Николаевич, это Анна Борисовна. В настоящее время для постановки на кадатора земельного участка необходимо приложить постановление о передаче участка в собственность. Для этого необходимо сделать схему участка. Стоимость этой схемы 5 тысяч рублей. Подать заявление в администрацию. Через несколько месяцев получить решение и затем поставить участок на кадаторный учет. Но есть утвержденный проект неживания территории СНТ. Есть утвержденный список членов СНТ. Есть справка о том, что данный участок закреплен за данным садоводом. Нельзя ли на основании этих документов упростить выдачу постановления и не тратить дополнительные средства и время? Ведь 1 января 2018 года закончится бесплатная приватизация. Спасибо. Спасибо за хороший вопрос. Дело все в том, что я в самом начале уже к этой теме возвращался, но еще раз объясню. В самое ближайшее время попрошу Алексея Васильевича Валова собрать коллоквиум для обсуждения этой темы. Дело все в том, что с утверждением проекта организации застройки территории утверждается и список садоводческих товариществ поименно, где указывается и площадь земельного участка, и площадь по фактическому пользованию, и другие данные, что позволяет оперировать этим утвержденным списком для решения той проблемы, которую вы поставили. Проблема есть, будем обсуждать, полагаю, что в самое ближайшее время или в центральной печати, или на Щелковском телевидении мы этой теме посвятим хотя бы 15 минут, поскольку она не только для вас, она для многих наших садоводческих товариществ имеет место быть. Спасибо, Анатолий Николаевич. Настало время небольшого перерыва в нашей программе. Напоминаю, в гостях у программы «Диалог» сегодня председатель правления Союза садоводов Щелковского района Анатолий Штоколов. Мы вернемся к вам после небольшого перерыва. Не переключайтесь. Продолжаем программу «Диалог». Напоминаю, что в гостях у меня сегодня председатель правления Союза садоводов Щелковского района Анатолий Штоколов. Еще раз добрый вечер, Анатолий Николаевич. Напоминаю, телефоны прямого эфира 567-14-40, 567-14-50. Можете звонить, задавать свои вопросы моему гостю. Ну, а вот как раз во время перерыва пришел звонок опять от ваших подопечных. Позвонил председатель СПК «Лужок» Александр Владимирович Волков и просит вас рассказать, что случилось с ДНП «Чайка». Как известно, оно сформировано в августе 2016 года, но офицеры Чикаловского гарнизона, которым выделяли земельные участки, до сих пор в неведении, будут ли до конца завершены процедурные вопросы. А если можно расшифровать, вот ДНП и СНТ. Какая разница? Садовое товарищество, а ДНП? К примеру, если в СНТ ширина проезжей части улицы допускается до 9 метров, то здесь 15-17, так сказать, вот. И участки тоже в ДНП до 20 соток, а в СНТ до 12 соток. Но проблема не в этом, проблема совсем в другом. Значит, согласно решению Алексея Васильевича Валова, было выделено в районе поселка Свердловский и населенного пункта Анискинская, Анискинская земельный участок для офицеров, воевавших в горячих точках. Решили мы сделать там офицерский поселок. Значит, Алексей Васильевич Валов утвердил список, провели два собрания, избрали органы управления, люди внесли целевые взносы для развития, сделали это по съемку и предварительный разбивочный чертеж. И вот здесь чиновникам из администрации не понравился председатель. Мы рекомендовали лучшего председателя, поскольку там предстоит серьезнейшая работа с дорожной сетью, со светом, с газоснабжением, с водоснабжением, с канализованием и другими техническими вопросами. Подобрали председателя, что не понравилось чиновникам из района. Значит, мы обсуждали эту тему, но дело зашло очень далеко. Из 87 человек, которые были утверждены в списке Алексея Васильевича Валовым, почему-то 30 исчезли. Их просто вычеркнули. Причем вычеркнули, не советуясь с нами, поскольку мы работать будем и с председателем, и с садоводами, и с дачниками точнее. И вычеркнули, допустим, маму героя Российской Федерации, Савгиренко, Савгиренко Галину Васильевну. Мы планировали одну из улиц назвать его именем и установить его бюст. Там сделали клумбу в проекте организации застройки. Прямо на территории? На территории, да. Для того, чтобы увековечить память, чиновник районного масштаба сказал, ей 81 год, зачем ей нужен участок? И легло перо, значит, она из списка исчезла. Мы восстановим справедливость, даже если через суд, вопрос в другом. Люди оплатили целевые взносы. Я буду добиваться, чтобы этот чиновник, который вычеркнул маму и других людей, оплатил их расходы, поскольку моральная сторона вопроса имеет место быть. Анатолий Николаевич, давайте к другим проблемам дачников и садоводов. Как известно, этот год у нас в стране объявлен годом экологии. Ну, понятно, что это просто будут какие-то, наверное, еще мероприятия. Ну, а, как говорится, бороться за чистоту своей близкой, ближней территории, наверное, нужно не раз в году, да, и не один год постоянно. Ну, конечно, я имею в виду вывоз мусора, о котором мы так много говорим. Я предлагаю сейчас посмотреть еще один видеосюжет о том, какие рейды проводит Госадмотехнадзор Московской области, опять же, на территории нашего района и на территории, в том числе, и садоводческих товарищей. Потом тогда вернемся к этой теме. Давайте посмотрим. Как отучить засорять территорию? Ответить на этот вопрос уже не первый год пытаются инспекторы отдела номер 9 Госадмотехнадзора, которые для этого выходят в специальные рейды. Для того, чтобы объяснить очередному непонимающему самые, казалось бы, простые истины, не сори, сотрудники надзорного ведомства вынуждены возле очередной несанкционированной свалки устраивать засаду. Собственно, рейд по отлову нарушителей так и называется – засада. К сожалению, каждый раз находятся очередные граждане, которые нуждаются в воспитании и словом, и рублем. Приходится их останавливать или писать штрафы. И, увы, безденежного обеспечения в виде этого самого штрафа беседа обычно оказывается недостаточно эффективной. За сброс мусора в неустановленных местах физическое лицо будет подвергнуто административному штрафу в размере 4 тысяч. В случае повторного правонарушения штраф достигает 5 тысяч рублей. Многолетняя практика борьбы с мусорными привычками убедила инспекторов Госатомтехнадзора, что корень зла лежит в отсутствии договора на вывоз мусора у председателей садоводческих хозяйств. Чтобы устранить эту причину, инспекторы и проводят уже не первый год другой рейд, называемый тем же словом, что и исходные наши главные действующие лица – дачники. Приходится проверять у наличия у председателей садоводческих товарищей, которых в нашем районе около 400, договоров на вывоз мусора. И, соответственно, на наличие контейнерных площадок. Ну вот, вернемся к заключению договоров. Все наши товарищества заключили эти договоры или нет? К сожалению, не все. Мы еще встречаемся с садоводческими товариществами, которые живут по старинке. А вот куда-нибудь кто-нибудь в Москву увезет, в Щелково, домой. Значит, такие рассуждения мы встречаем не очень редко. На самом деле, губернатор Московской области в законе о благоустройстве четко прописал – каждое садоводческое товарищество несет бремя ответственности за вывоз мусора. Это государственная задача, это не частное дело. И поэтому тех нерадивых председателей, которые стараются уклониться от этого ответственного дела, мы, естественно, с помощью антихнадзора или с помощью нашего контроля стараемся благоразумить. Вот я приведу такой пример. Совсем недавно проверяли СНТ «Флору-2». Василий Пригородов, председатель СНТ «Флору-2», значит, сказал, ну, наши садоводы вывозят мусор в Щелково-7. Там рядом контейнерная площадка. Значит, это ни в коей мере представители администрации не успокоило. Стали разбираться. На протяжении последних пяти лет он ни разу не заключал договор на вывоз мусора. Хотя мы пожурили, так сказать, Василия Петровича, он сейчас заключил договор, но ФАП имел место быть. На протяжении пяти лет вывоз мусора осуществлялся каким образом? Значит, ну, если походить вокруг, то мы найдем там много мест, где, так сказать, садоводы прятали мусор. Это один пример. Второй пример. Прятали это что значит? Выкидывали куда-то? Ну куда? В лес, естественно. Маскировали за деревья. Недавно мы в СНТ России, значит, ликвидировали мусорную свалку, которая, значит, была в объеме шести контейнеров двадцатитонных. Значит, там на участке это медвежьоозерское поселение находится 13 садоводских товариществ. И вроде бы один бросил, и за зиму эта свалка выросла в огромных объемах. И благодаря Антехнадзору мы приняли решительные меры, объявили воскресник, вышли все председатели, заказали контейнеры, мусорную свалку убрали. И сейчас оборудуется настоящая, так сказать, вот площадка по всем требованиям губернатора Московской области. Спасибо. Еще одна тема тоже, которая, естественно, не на один год, а на постоянно, но, наверное, в зимний период менее актуальна, потому что снег вокруг лежит. Я имею в виду, конечно, правила противопожарной безопасности. Сейчас вот снег сошел, трава сухая уже, кое-где трава черная, а кое-где она и горит. Если можно, расскажите основные правила противопожарной безопасности на территории садовых товарищей, ну и, естественно, вокруг них тоже. Тема очень актуальная. Дело все в том, что вот недавно было совещание, где подводили итоги. Алексей Васильевич Валов меня поднял и говорит, что около. В чем дело? Почему горят дачи? А дачи горят из-за невнимательного отношения к вопросам противопожарной безопасности со стороны самих дачников. Здесь есть ряд вопросов, на которые обращают внимание наши службы. Значит, мы и раздали инструкции, проводили семинары, выступали на семинарах представители противопожарных мероприятий. Но, увы, не до каждого садовода председатели довели эту тревогу. И, как результат, значит, у нас за зиму сгорело 9 дач и 6 бань. И все из-за того, что садоводы не подошли с точки зрения противопожарной безопасности со всеми вытекающими последствиями. Если положено на дачу иметь один огнетушитель, если она одноэтажная, два огнетушителя, если она двухэтажная, если положено две бочки с водой по 200 литров, пожалуйста, дорогие люди, обеспечьте. Если запрещено разведение костров и сжигание мусора с 1 мая, значит, праздники, прошу это дело ни в коем случае не экспериментировать. Шрафные санкции от 2,5 до 5 тысяч рублей. Все это дело сейчас контролируется. Современная техника позволяет это делать оперативно. И если вы не будете соблюдать правила противопожарной безопасности, инспектор праве очень быстро найти вас и применить те санкции, которые по закону положены. Но я хотел бы призвать всех наших садоводов еще и предупредить детей, которые сейчас после школы начнут приезжать на отдых. Как правило, они занимаются палом травы. А пал травы, к сожалению, это не новость. У нас есть ряд брошенных участков на территории СНТ, где скопилась трава, ее никто не убирает. И, естественно, достаточно одной спички для того, чтобы трава выгорела и загорелся в соседний дом. Поэтому прошу всех садоводов отнестись к этой теме очень и очень внимательно. Когда сгорит дом, это ваши капиталовложения, и вы потом на этом месте уже никогда не построите дом, потому что там аура не позволяет вам просто жить спокойно, как вы жили в доме, который вы построили своими руками. Спасибо. У нас есть еще один звонок. Давайте послушаем. Добрый вечер. Вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела уточнить информацию. Вот только что выступал, да, по имя, отчество забыла вас. По поводу членских взносов. Вы будете все-таки рекомендовать или решает это все-таки правление СНТ? Это первый вопрос. И второй вопрос по поводу живности я хотела уточнить. Разрешается держать или нет живность СНТ? Отвечаю на первый вопрос. Значит, Государственная Дума, принимая закон о членских взносах, рекомендовала принимать их с сотки, но там прописано, что решение принимает общее собрание, а не правление. То есть на общем собрании утверждается смета расходов на очередной год и принимается решение, каким образом оплачивать эти расходы или целевые взносы, или, так сказать, членские взносы с сотки или с участка. Это дело общего собрания. Но мы будем рекомендовать нашим председателям все-таки принимать с сотки. Почему? Потому что разница между двумя сотками и пятнадцати сотками или двадцати сотками очень большая. И должна быть социальная справедливость, поскольку те, кто обрабатывает двадцать соток, должны платить больше, чем тот, который обрабатывает две сотки. Это вот первое. Второе. Я на ваш вопрос хочу сказать, что у нас в Садоводских товариществах есть много примеров, когда наши председатели злоупотребляют служебным положением. Но я просил бы, я принимаю по понедельникам и четвергам с восьми до шестнадцати на Щелково, на улице Краснознаменское. Если какие-то есть проблемы не только у вас, а и у других садоводов, пожалуйста, я принял в этом году уже 550 человек, готов принимать всех, кто прибудет не только в дни приема и в другие дни. Вот, пожалуйста, мы найдем на все поставленные вопросы, так сказать, юридическую и правовую составляющую, для того, чтобы и, если надо, вразумить председателя правления, если надо, выйдем на место с соответствующими службами, разберемся. Мы практикуем в прошлом году, и в этом году будем практиковать, значит, беседы с садоводами на местах. То есть выезжаем прямо на место, проводим день открытых дверей и снимаем те вопросы, которые накопились в течение года, и не каждый человек может ко мне приехать. Анатолий Николаевич, тут я, насколько помню, второй вопрос был по поводу живности. Можно ли держать живность на садовых участках? Значит, по живности. 66-й закон допускает содержание мелкого скота и живности на участках, но я вам скажу откровенно, процентов 15 жалоб, которые поступают ко мне, это касается содержания животных на территории садоводских, огородных и дачных товариществ. Да, сейчас серьезная обстановка, связанная, так сказать, с санкциями, каждый старается каким-то образом содержать кур, кроликов, так сказать, и других мелких животных, но я бы хотел сказать, что в данном случае надо решать вопрос соседского права. То есть, если хочешь заводить живность, прежде всего согласуй это с соседями, тогда у вас проблем не будет. Ну, я как раз хотел спросить, а есть ли, например, собака на улице живет в будке цепная? Значит, ну... Другой вопрос. Порядок выгула собак. Дело все в том, что я когда-то был председателем, и мы принимали отдельное постановление, где бойцовских собак отводили в одно место для выгула, овчаров – другое, там, допустим, баллонок – третье. Почему? Потому что мы столкнулись с такой проблемой, когда бойцовская собака вместе с овчаркой сцепились, и у одного владельца овчарки рука в трех местах была практически покусана до парализации. Поэтому, что касается собак, это нужно все-таки решать правлению и общему собранию. Почему? Потому что особенно бойцовские собаки могут наносить серьезный вред не только самому хозяину, но и окружению, прежде всего детям, поскольку иногда калитка может автоматически открыться, выбежать, и ребенок же не знает, что выбежала собака, и какое она, так сказать, направление – овчарка или бойцовская. Это серьезный вопрос. Пожалуйста, приезжайте, мы подключим юристов с тем, чтобы эту тему осветить не только для вашего садового товарищества, но и, так сказать, электронно разошлем по всем садоводческим товариществам. – Ну вот вы сказали, возвращаясь к продуктивной живности, вы сказали, что мелкий скот тоже возможен, но имеется в виду что? Козу, козу, например, можно делать? – У нас где-то процентов 15 садоводческих товариществ, где есть козы, есть кролики, есть куры. Вот у меня, например, у самого 30 кур, и я доволен, поскольку соседи не жалуются, приходят, и я им дарю, презентую, так сказать, по десятку яиц для того, чтобы мы с ними могли чаю вместе попить. – И последний вопрос на сегодня, к сожалению, время программы наше подходит к концу. Вопрос такой, могут ли члены некоммерческих, как они называются, товариществ или партнерств реализовывать продукцию, которую вырастили на своих участках, на рынках или, скажем, каких-то воскресных ярмарках? – Вы знаете, я в должности 2,5 года, за эти 2,5 года мы нашли формы реализации, так сказать, нашей продукции. Прежде всего, это осенние ярмарки, о чем, так сказать, Алексей Васильевич Валов и Надежда Владимировна Суровцева обязательно ставят этот вопрос. Мы проводим выставки «Дары Садовы». Они себя зарекомендовали очень хорошо. Если, допустим, 3 года назад участвовал в выставках 10-12 садоводских товариществ, то вот осенью прошлого года – 48. Мы там привезли около 5 тонн картошки, луку, морковки, яблок было почтительное количество. Мы бесплатно раздали многодетным, ветеранам, пенсионерам. В этом году тоже планируем проведение выставки. Что касается продажи натурпродукта, который выращен на участке, по мнению Алексея Васильевича Валова, мы должны организовать рынок-садовод. Сейчас есть поручение его. Ищем место, чтобы он был, во-первых, посещаемым. Во-вторых, чтобы он охранял садоводов от сдуимства каких-то людей, которые бы занимались поборами по 50 рублей за место. И, наконец, чтобы мы нашли, опять-таки, отклик у садоводов, чтобы они потянулись с продажей своих выращенных продуктов. Я вам скажу, что, бывая в наших садоводских товарищах, буквально одна минута, некоторые наши садоводы выращивают уникальные вещи. Значит, гибридный помидор, который вырастили в СНТ Нива, равен 870 граммов. Или, допустим, один садовод, так сказать, селекционировал 30 лет виноград, 6 сортов винограда. Это в СНТ плязма. Значит, сегодня эти сорта винограда ничему не уступают ни узбекским, ни молдавским. У нас есть люди, которые выращивают арбузы по 5-7 килограмм. Они по вкусу, я лично пробовал, не отличаются совершенно от астраханских. То есть это тот задел, то есть то, что мы противопоставляем санкциям. Есть картошка примерно по 750 грамм. Она была на выставке, каждый клубень 750 грамм. В общем, как говорится, все в наших руках, в руках наших садоводов. Большое спасибо, Анатолий Николаевич, за ответы на вопросы. Спасибо, что нашли время прийти к нам в студию. Напоминаю, что сегодня в гостях у программы «Диалог» был председатель правления Союза садоводов Щелковского района Анатолий Штоколов. Это была программа «Диалог». Смотрите нас каждый вторник на Щелковском. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok